Тут можно и вплавь, и на коне, тут знакомиться с казачьими традициями, кухней, гуляют по историческим и живописным местам. А если коротко, Ростовская область вошла в топ-5 самых популярных направлений внутреннего туризма России. Желающих отдохнуть в нашем регионе по сравнению с допандемийными временами стало больше на 38%. Инвестиционный форум «Открыть вольный дон» начался с отчетов, разбора полетов и планирования заплывов вплоть до Крыма. Координационный совет по туризму провел замгубернатора Александр Скрябин. Мы входим в топ-5 среди всех регионов страны по количеству туристов, которые заинтересованы нашим регионом. И понятно, что нам есть что показать. У нас и богатая природа, и производители. И в то же время есть ряд новых маршрутов, которые мы даже смогли доказать, обосновать и включить в национальные туристические маршруты. Речь, конечно, о стартапе Петра Великого. Вообще, Таганрог сейчас сильно преображается. Тут и трамвайная перестройка. Последние два маршрута запустят в начале следующего года. И планы реконструкции Пушкинской набережной, развития гостиничного бизнеса. А это важно. Таганрог в этом году принял больше 300 тысяч туристов, что на 100 тысяч больше, чем годом ранее. А в 23-м отдыхающих может стать еще больше. Если запустят водный транспорт, то вплавь туристам можно будет хоть в Ростов, хоть в Ейск, хоть в Керчь за 3,5 часа. Планы по запуску в мае будущего года морского вокзала для причаливания пассажирских судов, как больших, на 150 метров, как Мустай-Карим. Этот форум – прекрасная площадка для обмена мнениями, для того, чтобы показать в конце года, что было сделано, чтобы пригласить коллег к нам и чтобы услышать мнение коллег о том, что происходит у них, чтобы мы, может быть, переняли то, что нам было бы полезно. Зам губернатора посоветовал администрации Таганрога лучше работать с инвесторами. 51 тысячу гостей в этом году встретили рядом в Никлиновском районе. Там привлекают гастрофестами. А в Усть-Донецке ездят за вином и форелью. Мы стараемся развиваться. У нас три крупных фестиваля, которые проходят. У нас областные фестивали. Приезжает очень много людей. И гастрономические фестивали. У нас форелевое хозяйство очень хорошо развивается. У нас очень хороший туристический маршрут в хутор листопадов, где у нас олени-ферма, где мамочки живут с оленями. Можно потрогать, можно покормить. Тоже очень хорошо пользуются большим спросом. А еще Усть-Донецкий район предлагает создать казачий маршрут. Построить 17 километров дороги по берегу Дона от Мелеховской до Раздорской, связав их со Старочеркасской и Новочеркасском. И еще там надеются на развитие речного туризма. Дмитрий Сумской, Руслан Хамчиев, Первый, Ростовский.